Сейчас перед вами выступит Арсений Петрин из Яндекс.Поиска и расскажет, как стратеджи не подставить деливери. Приветствуем. Спасибо большое, что пришли. Я сейчас занимаюсь в Яндекс.Поиске новыми продуктами, насколько это возможно в текущих реалиях. Технически мой джоп-тайтл, я ходу в стратеджи в одном из стартапчиков. По факту я люблю себя называть Jack of all trades. Я начинал с того, что делал мы на Эдвайзере в Делойте, а потом ушел в систему Сбера и делал стратегию работы РУ, Сберуслуг и ряд других проектов. После чего занимался трансформацией и стратегией развития Иртелекома и продуктовой компании Андрея Ильича Кузяева, где они тоже запускали ряд проектов. Собственно, во всех этих компаниях мы делали большие документы о том, что такое стратегия, максимально подробные. В случае с Артелекомом это было примерно страниц 200. И возникает вопрос, что такое стратегия. Я думаю, у каждой компании с Биг-3 есть свое определение. Но в целом самое простое – это просто набор решений, что ты будешь делать в той или иной ситуации. Ну и важный момент, что стратегия готовится, когда еще непонятно, что делать в условиях неопределенности, и ты сталкиваешься с набором выборов, которые тебе нужно принять. И это точно не цель, не кипя, не амбиции. Там не заработать миллиард рублей, а именно подход с планом действий. И опять же, это набор решений, которые ты не можешь легко отменить, тебе приходится делать коммитмент. И смотря сейчас на этот слайд со списком вопросов, какие вопросы дают хорошие стратегии, я не могу сказать, что я всегда готовил хорошие стратегии. То есть моя любимая, конечно, стратегия, которую мы делали, это была коммерческая стратегия футбольного клуба «Динамо». Проект, который я сделал в качестве халтурки, выпив пиво в баре с их коммерческим директором. Здесь я выписан несколько вопросов из Дека Макинзи по тому, какие вопросы задает хорошая стратегия, и парочку от себя. В принципе, хорошая стратегия задает кучу вопросов, огромное количество. Первое, основное, наверное, в чем ценность, есть ли УТП. Это ужасный вопрос, потому что на него очень сложно ответить. В половине случаев тебе еще люди поверят, что ты говоришь, в половине нет, и, в принципе, понять, что ты даешь ответ на вопрос, пока ты не сделал продукт, невозможно. В случае с моим текущим продуктом, мы делаем софт для торговцев на Амазоне. И мой софт, который улучшает карточки, помогает продвигать товары с помощью нейросети и так далее. Да, мы сформировали ценность, что у нас лучшие нейронки, мы делаем лучшие тексты и так далее. Продается. Когда идешь общаться с продавцами на Амазоне напрямую, уже сложнее продается. То есть, с одной стороны, наша стратегия ответила на этот вопрос, а в жизни оказалось, что нужно его немножко пивотнуть, чтобы принести людям ценность, потому что, по факту, людям нужны все-таки лучшие продажи, а не нейросети и так далее. Важный вопрос, что делать в условиях неопределенности, когда там план А не работает. Нужен, конечно, какой-то план наступления, и в случае, допустим, с нами сейчас, у нас был набор фич, которые мы делаем, и как мы продвигаем продукт. У нас была плана, что мы делаем. Мы пообщались, провели ряд 20-30 каздевов и немножко переориентировали в сторону как раз повышения продаж и предсказания конверсионности карточек. Важно знать, в чем ты не уверен, и какие допущения гипотезы нужно проверить. Я обожаю этот вопрос, поскольку для меня любая стратегия строится от какого-то бизнес-плана, где ты выделяешь ключевые метрики и пытаешься понять, что именно тебе нужно проверить. То есть, опять же, в моем текущем проекте эти ключевые допущения складывались в набор метрик, главный из которых – это стоимость регистрации пользователя на зарубежном рынке, в различных маркетинговых каналах. И сейчас мы активно бежим это проверять. На одном из следующих слайдов покажу пример как раз хорошей работы с большим количеством допущений, которые ты верифицируешь. Очень важно, вот это как раз следующее, это не с Декомакинди, есть ли баланс между уверенностью выбора решений и гибкостью их изменения. В моем опыте работы с нашими олигархами и внутри Сберы, конечно, было очень много уверенности в своих решениях и очень мало гибкости потом как-то это все пивотнуть, потому что, скажем так, в нашей вертикальной стране, где был Леофаронович Хайсис условный, или Герман Оскович, или там любой другой олигарх, решения принимаются очень часто на основе того, что как хочет и видит босс, и мало кто с людьми спорит, доказывая, как правильнее делать. Но опять же, тут же возникает санкост фэлоси. Когда ты уже много вложил в продукты, много вложил в разработку, и надо понимать, что часто уже потенциала нет, надо срочно менять направление и перестраивать. И опять же вопрос, был ли бай в сторону смещения кого-то из стейхолдеров. Допустим, в R-телекоме, когда я приходил, был план по построению N новых продуктов, и по ряду из них там, очевидно, был бай в сторону как раз мнения кого-то из стейхолдеров, когда решения принимались без достаточного ресерча рынка, но на основании того, как видят все главные управленницы. Ну и, собственно, понятно ли, что делать дальше, когда принялись стратегии. То есть да, мы прекрасно нарисовали этот дек на 200 слайдов, он уходит людям, и очень часто они не знают, что с этим делать. То есть в идеале, конечно, что стратегия готовится непосредственно с операционкой, чтобы люди понимали, что делать следующим шагом, а не брали это из воздуха. То есть в моем опыте, конечно, где было около 6-7 больших стратегий. Из двух вариантов продуманная стратегия, понятно, что мы хотим делать и так далее, вес, харизма основателя, decision-maker, обещание кэшфлор через 5 лет, обсуждение допущений через 5 лет, yes-man or yes-woman problem. Чаще, конечно, побеждал не первый блок, когда было все хорошо проработано, а харизма человека, который питчил. Есть у нас такая проблема, что часто люди, которые защищают стратегию и пропихивают продукты, они обладают слишком сильной харизмой. Когда они что-то рассказывают, то у людей нет варианта, кроме как согласиться и поверить. По факту, когда продукт идет на рынок, уже сильно меньше в это все верится. Здесь возникает вопрос, а почему, собственно, насколько я знаю, стратегов часто не любят. Я всю жизнь был одним из них. Я сам себя не до конца любил, пока не перешел на стык стратегии и деливери. Для меня ответ в том, что они очень похожи на искусствоведов. То есть искусствоведы – это те люди, которые редко что-то создавали, редко занимались сами деливери, но при этом знают, как лучше, и говорят, как, что и кому делать. Изначально тема презентации – как стратегии не подставить деливери. На этот вопрос ответить очень сложно, поэтому проще начать отвечать на вопрос 50 способов, как стратегии подставить деливери. Блоков может быть сильно больше. И, скажем так, сейчас пройдемся по пунктам с примерами. Допустим, первый блок – анализ рынка – был в корне неверен. В одной из компаний я работал со стратегией, где хотели сделать сервис по аналогии с YouTube. А поскольку я занимался в Сбере с Беруслугами, рынок знал очень хорошо. И анализ рынка, понимание всего там, сколько можно заработать, в презентации, которую запровели, под которую дали денег, он был не то, что в корне неверен, а вообще не туда. Потому что выручка компании через год была больше, чем выручка всего рынка за 5 лет. То есть явно что-то не так посчитали. Был какой-то косяк. Вот. Часто отсутствие гибкости. Вот эти два блока моих любимых – это отсутствие гибкости и отсутствие жесткости. Хорошая стратегия, она на этом невозможном стыке, когда ты можешь быть гибким, где нужно, и с людьми, и в решениях, и в то же время жестким по ряду направлений, которые ты принял. Часто был кейс со сверхуверенностью лидеров. То есть есть хороший пример кейса Эвереста. Может быть, смотрели фильм про трагедию на Эвересте, по-моему, в 96-м году, когда погибла куча людей. Он идет как раз от сверхуверенности. Когда человек уже очень опытный, особенно когда он запускал много бизнесов или управляет кучей людей, его уверенность в свое мнение, она в какой-то момент становится уже не объективной. Ну и в случае с Эверест кейсом, там, да, была вся информация у гидов, чтобы не подниматься на гору. Тысячу раз говорили, что не надо, люди не подготовленные. Они все это знали. Но уверенность, что я уже сделал 50 подъемов и людей доведу до верху, она привела к тому, что очень многие с Эвереста не вернулись. Там была еще проблема вот этой выполнения стратегической цели перед стейхолдерами. Нужно выполнить план по подъему гору на Эверест. План был, люди не поднимаются. Конечно, это влияет на бренд-компаник от гидов и так далее. И в случае с подъемом на Эверест ты не знаешь, ты поднимешься или нет. Если ты идешь все время ради страт-цели подняться, а не жить у людей, то происходит то, что происходит. Следующий пункт – это отсутствие четких зон ответственности. Стратеги очень хорошо понимают, что такое отсутствие четких зон ответственности, потому что у стратегии, как правило, их нет. То есть ты присутствуешь как бы везде, по чуть-чуть, но глобально ты не отвечаешь за реализацию, уже за delivery того, что команда стратегии напридумывала. И сейчас в нашем небольшом проекте, где около 12 человек, мы прям четко разделили зону ответственности, кто отвечает за какую часть. И изначально я хотел влезть везде, но потом пришло к тому, что каждый получает свой небольшой кусок, каждый за него отвечает. И даже если это не везде, скажем так, выполняют люди, которые лучше бы это сделали, главное, чтобы был человек, который учится и отвечает за что-то. Ну и тут же идет еще нехватка уверенности лидеров, потому что как бы как сверхуверенность, так и неуверенность – это два больших демона. Блог, с которым я столкнулся сейчас. Люди, которые разрабатывали стратегию, не занимаются delivery. Мне было очень хорошо рисовать стратегию на 30 тысяч человек в RT-Коме, когда я не отвечал за ее реализацию. Если кто-то косячил, это была не моя проблема, я же сделал красивые таблички и красивые гайденсы и все прочее. И пока что я не вижу, как можно реализовывать стратегию, если люди, которые разрабатывали, потом не идут ножками и не делают delivery. То есть поэтому у меня небольшой скепсис в сторону страт-консалтинга, который напрямую потом не ведет проект, часто чисто рисует. И это то, что я делал, допустим, в Лондоне в бренд-консалтинге, когда мы рисовали план развития бренда. Прекрасно его сделали, и мы получили свои деньги, берем следующего клиента. Что было с брендом, как он развивался. Но это уже не моя проблема, правильно? Они сами разберутся. По поводу как раз работы с допущениями. Вот хороший примерчик из жизни, где мы как раз прорабатывали стратегию вместе с ребятами из delivery. Здесь разбита выручка компании по всем основным драйверам. Под каждый драйвер заложены цели, каждый драйвер разбит еще дополнительно модель на кучу факторов, и каждая клетка здесь обсуждалась со всеми людьми из delivery. То есть с людьми из продаж, с людьми из маркетинга, с людьми из операционки и так далее. Под каждый этот блок есть куча материалов, есть куча планов, как мы это будем реализовывать, есть понимание основных сложностей и рисков, потому что часть из этих допущений, они достаточно уверены в себе, а часть из них пальцем в небо. И я сделал то, что я… сделав этот документ, я сделал то, что часто делают стратегии, я уводился из артилекома и ушел в Яндекс. И по факту все это происходит, реализация уже без моего участия, но в принципе идет достаточно неплохо, несмотря на изменения и конъюнктуры рынка, скажем так. И сейчас во всех проектах, в том числе в Яндексе, мы находим ключевые допущения, мы замеряем степень уверенности в той или иной метрике и степень ее влияния на успех. То есть сейчас у меня самая важная метрика это конверсия из зарегистрированного пользователя в платящий. Она прямо в корне определяет выживаемость моего продукта. Мы запустили вчера как раз Paywall, платную версию, и собираем первые данные по конверсиям в платящего. Соответственно, через пару месяцев мы поймем, то, что я нарисовал, это вообще правда или нет. Так что очень надеюсь, что правда и в жизни будет лучше, но посмотрим. Тут как раз я попробовал графически изобразить этот парадокс сложности, сделать хорошую стратегию. Почему олигархи редко запускают эффективные стартапы, именно олигархи в России, потому что в России олигархия построена большей частью, конечно, на бизнесах с предсказуемыми денежными потоками. Будь то нефтянка, телеком или стройка, если у тебя есть место, труба и так далее, ты можешь посчитать кэшфло на 15 лет вперед достаточно хорошо. Если ты делаешь более айтишные вещи, то неопределенности в тысячу раз больше, а у олигархов уверенность в своих решениях она сохраняется. То есть, заработав много денег, построив очень часто крупные успешные бизнесы, они, скажем так, не привыкли к бизнесам с неопределенностью. Они привыкли, что через 5 лет допущения должны быть такие, цифры должны быть такие. И в моем кейсе, да, мы обсуждали допущение модели проектов, в котором не было ни одного человека через 5 лет. И кэшфлоу через 5 лет. И, конечно, если вы идете по Ring Canvas и так далее, то это не самый эффективный способ потратить время, поскольку считать деньги через 5 лет в проекте, который новый для рынка, веселое занятие, но малопрактично. Лучше бежать, делать первый MVP и общаться с пользователями. И для меня вот этих два главных фактора хорошей стратегии. Уверенность в выборе. А стратегия подразумевает, что ты из ряда опций делаешь какой-то выбор. Как в нашем случае с моим продуктом Селеста мы могли делать 10 фич разных продуктов. Пришлось сфокусироваться на двух фичах, потому что у нас всего лишь одна команда разработки. Пришлось сделать ставку. Какую часть софта мы делаем. Пообщались с пользователями, сделали ставку. Вот сейчас у меня там крутится рулеточка, узнаем, правильно ли сделали ставку или нет. И в то же время уровень гибкости возможности пивотнуться. То есть это совершенно противоречащие вещи, но нужно быть гибким в ряде решений, нужно быть гибким в общении с командой и нужно понимать, что когда доходишь до точки, надо делать пивот. Если два фактора низкие, то, естественно, план меняется, ничего никогда не делается и никакой бизнес не запускается. Если уровень гибкости высокий и уверенности маленькая, то дальше чем MVP мы, конечно, не убежим, потому что коммитмент, нехватка коммитмента, когда команда паникует, не знает, что делать, тут как раз нужна уверенность. А если уверенности много, гибкости нет, неуспешны, альгрокичны стартапы. Когда нанимается тот человек, запускают бизнес и он спустя два года ничего не зарабатывает или зарабатывает копьем. Но стратегию-то приняли, продаем хорошо, надо делать дальше. И секретный блок, в который я надеюсь я когда-нибудь смогу поставить один из своих продуктов, который я не только спланирую, но и сам сделаю еще, это когда ты одновременно и уверен в выборе, но при этом ты достаточно гибок в ряде вопросов. Последний слайд как раз, как страдажин поставить деливер. Я не забыл его заполнить. Объективно на этот вопрос в России знают ответы, я не знаю, человек пять, наверное. Те, которые знают ответы на эти вопросы, они стали настолько самоуверены в себе, что начинают забывать ответ на этот вопрос. И, скажем так, как не подставить? Конечно, чтобы не подставить, нужно, чтобы стратегия отвечала на вот эти вопросы вначале. Но даже если стратегия отвечает на эти вопросы и на более широкий список из гайда McKinsey или BCG, не факт, что не подставят, потому что ответ на вопросы пока ты не запустил продукт, очень теоретически. поэтому минутка разочарования на главную тему. Я надеюсь, смогу ответить через годик, когда мы дойдем до приличного иммарара, хотя бы там 100 тысяч баксов. Тогда доделаю слайд. У меня все. Спасибо, Арсений. Да, первые вопросы с зала есть. Денис. Я спрошу про конверсию в платящего пользователя. Это же запаздывающая метрика. Да, все, которые до нее хорошие. Вот. А как понять опережающую метрику в вашем случае, которая потом конвертируется в запаздывающую? Может быть, начать отслеживать не конверсию, а опережающие метрики? Опережающие метрики отслеживаемые. У нас их две основных. Первая, естественно, это конверсия в регистрацию. Она такая простая. Конверсия – это запаздывающая метрика. Это уже случилось. Как предсказать, что он конвертируется? Конвертируется? Да. А, в нашем случае? человек в будущем захочет конвертироваться? Сейчас. В платящего. В платящего, да. Первый метрик, который посмотрели – конверсия в регистрацию. Мы теперь понимаем пол людей, которые регистрируются в сервисе. Чтобы понять, будет ли он конверсия в платящего, мы оцениваем, какие целевые действия внутри продукта он делает. То есть наш софт делает то-то и то-то. Мы смотрим, что из набора софта этот человек с какой частотностью делает. И сейчас мы пытаемся понять вот эту метрику, что из четырех фич нашего продукта, что с какой частотностью использования, будет то генерация текстов или анализ отзывов, коррелирует как раз конверсия в платящего. Пока нет ответов. В моем продукте ответа на вопроса еще нет. Мы такой… Спасибо.